Картофель Всем привет! Сегодня я готовлю вкуснейшую жареную картошку. Картошка получается всегда поджаренная, очень вкусная. Чтобы хорошо пожарить картофель, нужно его столько почистить, чтобы в сковороде он был приблизительно 1 треть или максимально до половины высоты сковороды. Если будет выше половины, то картофель у нас будет не жариться уже, а париться. Нарезаем картофель. Я буду сегодня жарить кубиками. И обратно высыпаю воду. Картофель я хорошо промываю и выкладываю его в дуршлаг. Картофель нужно хорошо просушить. Если картофель будет сухой, то корочка будет поджариваться равномерно. Очень вкусная картошка получается на домашнем топленом масле. Вы можете готовить на любом масле. Можно сливочное с растительным смешать, можно на растительном масле. То есть по своему вкусу. Я сегодня вам предлагаю свой рецепт, поэтому я готовлю на топленом масле. В разогретое масло я высыпаю картофель. Обратите внимание, что у меня картофель порезан крупным кубиком. И он у меня меньше половины сковороды. Практически в один слой. Картофель сейчас не перемешиваем в течение 5-6 минут. Огонь сделаем в средний и жарим еще 3-4 минуты и перемешаем. Перемешали картофель еще раз и на другой сковороде начинаем жарить грибы. На разогретую сухую сковороду я высыпала грибы. И обжариваем их, периодически перемешиваем в течение 4-5 минут. Добавляю сухой чеснок с солью. И немного масла топленого добавляю. И через минуту обключаю грибы. Попробуем картофель. Как только картофель будет уже почти готов на 80%. Добавляю соль, репчатый лук. Перемешиваем. И готовим еще 2-3 минуты. Перемешаем, чтобы у нас лук не подгорел. Лучок слегка поджарился. Картофель готов. Сверху хрустящая корочка. И внутри он, посмотрите какой он мягкий внутри. Последний, завершающий момент. Я добавляю сюда чеснок. У меня немножко укропа и петрушки. Высыпаю сюда обжаренные грибы. Крышкой накрывать не нужно, иначе картофель станет у нас мягким. Перекладываем на блюдо и подаем к столу. Вот такая вкуснота получилась. Сверху хрустящая корочка, а внутри очень мягкий картофель с чесноком, зеленью и грибами. Готовьте с удовольствием. Буду рада, если этот рецепт кому-то из вас пригодится. Делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх, если вам этот рецепт понравился и вам захотелось приготовить такой картофель. До новых встреч, друзья!